Неужели внуки это хранители, вседержатели родовых вед, знаний? Вы спросите, Юра, ну какие внуки? Они же маленькие. Что они могут ведать, знать, да и тем более вседержать? Но именно на такой вывод меня натолкнул разбор слова «внук» по славянской буквице. И если, дорогие друзья, у вас есть внуки, и тем более, если вы сами чей-то внук или внучка, смотрите выпуск до конца, узнаете много интересного и тайного про это слово. Мы разберем с вами слово «внук» и слово «внучка» по славянской буквице. Заглянем в древние поговорки, а также я вам поведаю, друзья, неизвестный рассказ Льва Николаевича Толстого, который открывает всю суть взаимоотношений внуков и дедов. Богатырского здравия вам, дорогие друзья! С вами Юра, канал «Осознанка», где мы зрим в корне русских слов и пытаемся осознать, что же наши великие предки пытались нам передать с помощью этих слов. Друзья, у нас запущен курс по основам славянской буквицы и про корней русского языка. И если вы еще про него не слышали, я думаю, что многие слышали, то переходите по ссылке в описании и в первом закрепленном комментарии. Если вы любите русский язык, этот курс для вас, но в конце выпуска еще расскажу. А так, друзья, заваривайте себе, своим детям и своим внукам чага-чай, а мы начинаем. Полетели! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, пожалуй, начнем со слова «внук». Такое маленькое, всего четыре буковки, но какой смысл там сокрыт, дорогие друзья? Сначала мы разберем в слове каждую букву, буквицу по отдельности, посмотрим, что они означают, а потом все это соединим в единую структуру и посмотрим, что получается. Итак, внук. Первая буква, буква В, буквица Веди, что означает Веды, знания, благотворящая информация, которая делает тебя и твою семью лучше. Вторая буква, буква Н, и это славянская буквица Наш, что означает наше, свое, родное, род, семья. Третья буква, буква У, и это буквица УК, что означает близко, приближать, приближение. И последняя буква, буква К, и это славянская буква КАКО. Да, для молодежи звучит очень забавно, но это прекрасная буквица, дорогие друзья. КАКО – это подражание, это КАК, это пример. Итак, мы узнали каждая буквица по отдельности, что означает, но все вместе это звучит как знание, род, приближение, подражание. Посмотрите на эти слова, на эти образы, дорогие друзья. И уже здесь гораздо проще подключать фантазию, творческое, образное мышление, чтобы смысл, замысел достать. Когда я с этими образами работал, я пришел к такому определению. Внук – это веды знания рода своего, приближает в подобии. Если вам мое это толкование не очень понятно, то давайте как матрешку раскроем его еще больше и посмотрим, что там скрывается. Внук – это способный через подражание приблизиться к величию своего рода через веды знания. Единственный путь сохранить веды знания своей семьи, своего рода – это передавать дальше. Поэтому в слове «внук» ВН первые буквы – веды знания рода, веды знания свои родные. И обратите внимание, дорогие друзья, насколько гениальны образы в этом слове. Третья буква – УК, УК, приближение. Не насильственное назидание. Ты, внук, должен учить веды знания рода, чтобы нести это через поколение. Нет, не назидать, не норовоучать, а приближать через пример. Каждая буквица, каждая буква в слове – не лишняя. Веды знания рода – приближать через подражание. Прекрасная славянская буквица раскрывает нам весь этот смысл, замысел. Но давайте перейдем к поговоркам древнерусским, которые прекрасно нам подчерпнут, подкрепят наше с вами сегодняшнее исследование. «Дед жил свиньей, так внук поросенок» – русская поговорка. И тут, друзья, немножко через негатив, немножко через такую даже где-то злобу, но очень точное описание, очень точный образ. Если дед жил свиньей, если дед жил плохо, неблагостно, был пьяницей, был вором, еще кем-то, шансов того, что его внук будет хорошим – не факт. Он уже родится поросенком, он эту энергию перенесет своим сыновьям, внукам и так далее. Конечно, родовую семейную программу можно поломать, но этому внуку придется очень и очень сложно. Ибо род един, все мы едины связаны этими невидимыми родовыми нитями. И если ты, дорогой друг, хочешь, чтобы в твоем роду не было поросят, не будь свиньей. «Дети до венца, а внуки до конца» – русская народная поговорка. Если дети покидают отчий дом, когда венец над головой уже засиял, они создают свою семью и покидают, то внуки, которых вам приносят, они с вами будут до конца. Это, знаете, некий последняя задача, последний кармический долг перед родом – это воспитание внуков. И внуков воспитывать надо через приближение к ведом знаниям, через личный пример. Вот так мы, дорогие друзья, берем с вами славянскую буквицу, берем древнерусские поговорки, соединяем все это вместе и получаем просто инструкцию от предков, как этим всем управлять, как внутри семьи благостно соседать, передавать знания из поколения в поколение. Ну что ж, вы можете сказать, Юра, да что ж ты все время внук, 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 мужчина, мужчина, мужчина. А как же любимые наши женщины, внучки, давайте с вами разберем слово «внучка» по славянской буквице. Первая буква – буква В. Веди. Веды, знания, благотворящие информации. Вторая буква Н. То же самое. Наш, наше, родное, свое, семья. Третья буква УК. Приближение, приближать. Четвертая буква, она уже отличается от внука. Это буква Ч. Славянская буквица Червель, что означает красота, гармония, связь по крови. И предпоследняя буква, буквица Како, это подражание, пример, как, без нее никак в этом слове. И последняя буква, буква А. Буквица Аз, что означает Аз, как человек осознанный. Аз, предок, аз, потомок. И разбирая это прекрасное слово по славянской буквице, все эти образы соединяя вместе, я пришел к такому определению. Внучка. Веды, знания, рода приближает через красоту подобие для азов детей. То есть для азов детей, для своих деток она приближает веды знания рода через красоту. То есть изначально она должна себя подготовить, обрести эти веды знания от своих дедушек, бабушек, отцов и матерей. Подготовить себя к чему? К передаче благости, вед знаний, родовой энергии через красоту. Потому что женщина – это в первую очередь красота. И я не про внешку, не про внешность, а про душу, настоящую женскую душу. Никогда не спутаешь женщину красивую душой. Их сейчас не так много, друзья, но когда таких встречаешь, ты покорен. Неважно, твоя эта женщина, не твоя, ты можешь со стороны просто восхититься и поклониться. Но, к сожалению, таких очень мало в наше современное время, но они есть. Давайте немножко расширим наше толкование, как сделали с внуком. Следующую матрешку открываем. Внучка обретает веды знания рода и предков через красоту и подражание для передачи онного для азов детей. Если у вас есть внучки, будьте с ними ласковы и аккуратны, потому что в их середине червель – красота. Не повредите эту тонкую структуру, но передайте знания, потому что она будет вам подражать. А ее азы, детки, будут уже подражать вам. Ну что, друзья, дорогие, как и обещал, поведаю вам неизвестный рассказ великого русского писателя «Льва Николаевича Толстого». Рассказ маленький, коротенький, простенький, но очень мудрый и глубокий. Тем более он подкрепит наш с вами сегодняшнее исследование слова «внук». А кем подкреплять, как ни величиной, ни Львом Николаевичем? Полетели. Стал дед очень стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши не слышали, зубов не было. И когда он ел, у него текло назад изо рта. Сын и невестка перестали его за стол сажать и давали ему обедать за печкой. Снесли ему раз обедать в чашке. Он хотел ее подвинуть, да уронил и разбил. Невестка стала бронить старика за то, что он им все в доме портит и чашки бьет. И сказала, что теперь она ему будет давать обедать в лоханьке. Старик только вздохнул и ничего не сказал. Сидят раз муж с женой дома и смотрят. Сынишка их на полу дощечками играет, что-то слаживает. Отец и спросил, что ты это делаешь, Миша? А Миша говорит, это я, батюшка, лоханку делаю, когда вы с матушкой стары будете, чтобы вас из этой лоханки кормить. Муж с женой поглядели друг на друга и заплакали. Им стало стыдно за то, что они так обижали старика и стали с тех пор сажать его за стол и ухаживать за ним. Лев Николаевич Толстой. Простенький рассказ, да, друзья? Но как часто мы к своим старикам неуважительны? Знаете, мне напомнило историю, как один мой друг детства... Друг детства, да? Пытался выжать маму из квартиры, потому что невестка его была беременна и не могла выносить ту калеку. Мама его была калекой, и она говорила, невестка, что я вижу ее, и я нервничаю, давай-ка ее из квартиры убирать. И знаете, что он это сделал? Она, правда, эта взбалмошная невесточка от него ушла. Они развелись, но маму он выгнал. А вот эту историю мне напомнило. И, друзья, вот послушайте Льва Николаевича, такие рассказы нам нужны. Напишите в комментариях, слышали вы про коротенькие рассказы Льва Николаевича. Их очень много, они коротенькие, простые, но ой-ой-ой, как нужные. Поэтому, друзья, если внуки есть у вас, вкладывайте в них через подражание, через личный пример, вкладывайте в них веды знания. Читайте им сказки, рассказывайте истории своей жизни. На мое воспитание очень повлияло, как мне многое, что рассказывал отец, как бабушка по материнской линии в деревне, какие-то истории и так далее. Они формировали образность мою, весь мой внутренний мир. Нам кажется этим неважным. Ну, сказочку рассказал для ребенка, ну, какую-то историю. Нет, вы даже не представляете, какое влияние вот эти маленькие беседы, маленькие рассказики влияют на поколение. А если вы сами внук, то будьте уважительны к своим дедам и бабушкам, потому что рано или поздно вы станете такими же. Ну и, конечно, если вы любите русский язык, хотите изучать его про корни и хотите научиться разбирать слова по славянской буквице, как я это сегодня сделал со словом «внук и внучка», то добро пожаловать на наш курс, дорогие друзья. Там и тестовые задания, творческие задания, много различных лекций. Я туда вложил то, что на ютубе не дашь. Так что, кому интересно, добро пожаловать. А так встретимся через неделю. Зрите в корень.